Через год, через два мы потеряем, может быть, большую часть тех людей, которые называем молодым бизнесом. Я поэтому не хотел. На заседании Гурдумы обсудили поддержку бизнеса. Пакет мер разработала Комиссия по экономическому развитию. В письме на имя главы города авторы предлагают до минимума снизить налоги и предоставить отсрочки по платежам за землю. Послабления должны коснуться наиболее пострадавших областей, это торговые и фитнес-центры, а также общепит. Отдельно обсудили и поддержку медиков, в частности, состояние автопарка скорой помощи. По словам депутатов, Горздрав нуждается в финансовой помощи, в том числе и со стороны городских властей. Ранее народные избранники уже приняли решение перераспределить средства из пиар-бюджета Думы. По инициативе Алексея Вихарева эти деньги направили на развитие здравоохранения. Есть такая потребность в автомобилях скорой помощи, они часто ломаются, у них большой километраж, более 100 тысяч километров наматывают за год. И в этом есть постоянная и необходимая потребность. Да, безусловно, область нам помогает, но и город должен внести свою лепту, в том числе и депутаты Екатеринбургской городской думы. Также на заседании подняли вопрос о неточностях в декларации депутата Алексея Вихарева. В документе за 2018 год ревизоры не обнаружили нескольких банковских счетов с нулевым остатком. Сам Вихарев заявил, не собирался ничего скрывать. В итоге депутаты вынесли предупреждение. Решение поддержали и в администрации губернатора. Ну да, там, среди нескольких десятков счетов он мне указал несколько счетов, которые давно не работают, на которых нет движения средств и там нулевые остатки. То есть абсолютно адекватное решение. Позиция губернатора и аппарата губернатора, она однозначна. Максимальное сохранение полномочий депутатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова